«О ценности прощения того, кто должен быть подвергнут наказанию в качестве возмездия». Кто бы не простил ради Всевышнего Аллаха человека, который подлежит возмездию, это прощение станет ему искуплением. То есть за это Всевышний Аллах прощает ему все его совершенные в прошлом грехи. Или можно разъяснить смысл этого следующим образом. И если человек, которого ранили, или наследник убитого, простят ради Всевышнего Аллаха нанесшему рану или убийцу своего родственника, то это прощение явится выкупом для того, кто ранил или для убийцы. То есть с них смывается грех за нанесение раны или за убийство человека, и они освобождаются от наказания за него в судный день. Что же касается того, кто простил, то его вознаграждение и степень Всевышний Аллах взял на себя, то есть они будут такими, что мы не сможем их описать. Таким образом, на убийце три долга – перед Всевышним Аллахом, перед наследниками убитого и перед самим убитым. Если убийца раскается и предоставит себя для возмездия, дав убить себя, то с него снимается долг перед Всевышним Аллахом и перед опекуном убитого, то есть наследником, а убитого в судный день удовлетворит Всевышний Аллах, то есть даст ему невообразимое вознаграждение, которым тот будет доволен. Так сказал Ибн-Каим. А имам Малек придерживается мнения, что даже если его убьют без покаяния, то это убийство снимает с него все три упомянутых долга. Истину же знает только Всевышний Аллах. В наше время любого могут убить без всякого права и исчезнуть. Более того, по подозрению сажают в тюрьму какого-нибудь ни в чем не повинного бедолагу и мучают его. И тот исчезнувший убийца берет на себя долг еще и перед ним. Он словно животное, даже не задумывается о том, что будет потом. Каково же будет таким людям на том свете? И пророк Али-Иссаляту Ассалям сказал, то бы ни был тот, тело которого коснулся какой-либо вред, к примеру, удар, нанесение раны, сказанное в его адрес, обидное слово, если этот человек ради Всевышнего Аллаха простит обидчика, то этот вред станет ему искуплением грехов. В другом Адиссе говорится, есть три деяния. Кто бы ни предстал с ними в судный день перед Всевышним Аллахом, будучи верующим человеком, то есть не находясь в неверии, он войдет в рай через любые из врат, какие выберет. Ему дадут столько гурий, сколько ему будет нужно. Первое. Прощение убийцы ради Всевышнего Аллаха, то есть прощение наследникам убитого того человека, который убил его родственника. Второе. Чтение после каждого из пяти обязательных намазов по десять раз суры Алихлас. Третье. Возмещение долга тому, кто и не знал об этом долге. Например, не истратив ничего, вернуть долю наследства тому, кому она полагается, а он об этом не знает. Вот пример из жизни. Когда распалось советское государство, и каждый получил свою землю, из села Ашильта к нам в Черкей пришла весть с вопросом, есть ли кто живой из такого-то рода. Таким человеком оказался хаджи, сын Пермухаммада, да простит его грехи Всевышний Аллах. Когда это выяснилось, из Ашильты ему сообщили, приходи за своим наделом из пахотных земель, полагающимся тебе по наследству. Обратите внимание, мусульмане, как верующий человек остерегается взять чужое, и как они отыскали наследника, которого они не знали, и который не знал их. И хаджи, которому полагалось это наследство, подарил его им. Этот хаджи был в Алии, любимцем Аллаха. Он уже ушел в мир иной. Вот какими бывают нравы и поступки у верующих людей, но таких верующих мало. А сколько братьев и сестер перессорились и стали враждовать друг с другом, не выдержав испытания, когда им стали возвращать земли, отобранные у их предков, и в течение 60-70 лет находившиеся колхозной собственности. Да, дарит Всевышний Аллах в первую очередь меня, а затем и всех мусульман, непоколебимой верой. Ничто не украшает человека, кроме веры. В конце аята говорится, люди, которые не выносят решения в соответствии с шариатом, неспосланным от Всевышнего Аллаха, они не соблюдают границ, установленных Господом, и притесняют сами себя. Ещё один хадис, похожий на упомянутые ранее. Есть три деяния, кто бы ни совершал их, или хотя бы одну из них, пусть этот человек возьмёт в раю гурий, сколько пожелает. Первое. Возвращение человеком имущества, которое было дано ему на хранение, страшась наказание со стороны Всевышнего Аллаха. Второе. Прощение своего убийцы, например, если кто-либо нанесёт другому человеку смертельную рану, а тот перед смертью простит ударившего. Третье. Чтение после каждого из пяти обязательных намазов по десять раз суры Алихлас.